Рекс словно почуял неладное и старался вести себя тихо. Особенно напрягло его то обстоятельство, когда с ним к четырем часам дня погуляли уже шесть раз. Не к добру это. Писать рассказы, очерки и стихи Марина Андрианова начала, как и многие еще в школе. Во взрослом возрасте свое увлечение не забросило, благо и профессия располагает к творчеству. Но вот именно к юмористическому жанру пришла лишь два года назад. Хочется, чтобы люди все-таки в наше время побольше улыбались. Во-первых, вырабатываются все равно эндорфины, гормоны, радости, счастья. И ты с болезнью справляешься легче, и как-то тебе и по жизни легче идти. И у тебя, кстати, очень много, мне кажется, таких соратников и друзей. Чтобы отточить мастерство, Марина участвовала в различных юмористических марафонах и онлайн-тренингах. И писала, писала, писала. Сейчас в ее копилке уже более 400 рассказов и очерков. Мы самые главные поклонники Маринины и читатели. Она с нами даже обсуждает какие-то моменты, что нам очень льстит. Конечно, вот так вот после рабочего дня, когда приходишь домой, уставший, настроения нету, зайдешь в Инстаграм, пролистаешь, найдешь ее рассказ и намного веселее становится. В каждом произведении есть своя фишка. Но самое главное – это жизнь. Примеряешь каждое произведение, случай жизни вспоминаешь. Увы, настоящих мастеров юмористического жанра можно пересчитать по пальцам. Чехов, Зощенко, Огенри, Ильфа Петров среди классиков. Александра Цыпкина, Слава Усей, Евгения Чеширко и Нарине Абгарян можно выделить среди современных авторов. Вот, пожалуй, и все сетует Марина. Поэтому она решила мотивировать молодых авторов также раскрывать свой юмористический талант. Чувство юмора практически у каждого есть. Просто нужно вытащить то, каким инструментом он сможет пользоваться. Потому что кто-то силен в импровизации. То есть, хоп, и сразу шутку выдает. Кто-то силен в том, что в каких-то там, я не знаю, придумывания метафор. Для этого Марина Андрианова запускает курс по юмористическому стори-тейлингу «Юмарина». Занятия будут вестись онлайн в Инстаграме и Телеграме. Я выхожу в прямой эфир, рассказываю, вот, например, тема «Герой». Мы отталкиваемся от героя. Мне кажется, вообще вот эта вот тема героя, то есть, как придумать героя, да, наделить его какими-то особенностями, придумать ему имя, в каких условиях он живет. Слушатели ждут прямые эфиры с участием Марины и трех юмористов-спикеров. Много теоретической и практической информации, общения онлайн и, конечно, творческие задания. Автор курса обещает, будет интересно и, главное, весело. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok